Газовый калькулятор. Кабмин сегодня обсуждал повышение цены на топливо. Чего ждать украинцам? Зачистка неугодных? Кто и при чьем попустительстве ведет масштабную войну с гражданскими активистами? И как остановить эту кровавую волну? Драконовские штрафы, усмирение европляхеров и зеленый свет для эвакуаторов. Как изменилась жизнь водителей? И сколько теперь стоят нарушения на дороге? Битва за потребительскую корзину. Как случилось, что ее отменили через суд? И как это отразится на благосостоянии украинцев? Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Начнем с самой острой темы последних дней. Это охота на активистов. Десятки нападений и ни одного расследования, доведенного до конца. Может показаться, что активисты преувеличивают проблему. Но если даже известные общественные деятели не могут добиться правды, то обычным украинцам и вовсе не на что рассчитывать. Почему преступников всерьез ищут только тогда, когда люди начинают протестовать? И кто заказчики этой охотой на активистов? Разбиралась Ирина Баглай. Это обращение херсонской активистки Екатерины Гондюк появилось в сети накануне всеукраинской акции активистов. Катерина в больнице уже два месяца. Она попала туда после жесткого нападения летом. Девушку облили кислотой. Исполнителя арестовали в августе, но заказчики до сих пор не установлены. Но точкой кипения стало нападение на одесского активиста Олега Михайлика в прошлую субботу. В него стреляли в центре Одессы цинично и нагло возле главка нацполиции области. Олега доставили в больницу в тяжелом состоянии, пуля до сих пор в груди. Генпрокурор и министр внутренних дел берут дело под личный контроль и отправляют в Одессу усиленную группу следователей. Подозреваемых в нападении быстро задерживают. Их трое. Буквально вчера им избрали меру пресечения. Два месяца ареста. 55 избитых и убитых активистов. Эта статистика лишь за один год. Активная гражданская позиция сейчас становится опасной. В Сумочке всегда было, конечно, что позволяет защитить. Ольга Решетилова не раз получала угрозы. Ее общественная инициатива занимается военными преступлениями, защитой прав военнослужащих и судами над сепаратистами. Темы, как говорит Ольга, скользкие и очень непростые. Активистка часто бывала в зоне боевых действий. Но в последний год зоной риска для нее стал глубокий тыл. Один из способов защитить себя – обратиться к силовикам. Но шансы, что тебе предоставят охрану, малы. Как в случае с одесситом Сергеем Стерненко. Ему пришлось на насилие отвечать силой. И теперь уже против него открыто уголовное производство о превышении самообороны. К тому же, говорит Ольга, не каждый активист готов дать отпор. Если ты психологически чувствуешься от самого начала жертвой, ну, это мы, если мы говорим про физические напады, да, то ты никогда не сможешь защититься физически. Поэтому нужно психологически переключиться на напад. Если не удается, тогда приходится менять привычный образ жизни. Безопасности ради. Зменивать маршруты, которыми ты ходишь постоянно. Тобто не ходить постоянно одним маршрутом. Зменивать места, где ты пребываешь. Не иметь сталого графика. Все эти хитрости – лишь полумера. Пиком нападений на активистов стало лето этого года. И причина этому – безнаказанность заказчиков. Покарать виновных и восстановить справедливость. Активисты в четверг пришли на банковую. Мы сюда пришли вымогать эффективного расследования, потому что отсутствие покарания злочинцев за эти злочины есть причиной того, что они повторяются. Львов. Виктор Гануляк. Одесская область. Светлана Питпала. Коростышев. Евген Дитківский. Похожие акции протеста провели во Львове и Харькове. География нападений – вся Украина. Да и объектами атак становятся не только активисты. Криминальных дел – тысячи. Это уже статистика от генерального прокурора. Раскрытие злочин – это не заводский конвейер. Это достаточно серьезная оперативная работа. Вина в этой ситуации лежит не только на бандитских элементах, не только на неякісней работе правоохранных органов, но и на атмосфере тотальной ненависти до влады, как у всей частиною громадских интересов. Он недоволен криминогенной ситуацией в стране, полностью разделяет обеспокоенность активистов и ждет отчета силовиков. Это позиция Петра Порошенко. Ее накануне обнародовали в администрации. А уже сегодня в МВД отчитались, мол, ждали решений суда. Шесть резонансных дел, в том числе об убийстве Ноздровской, Олешко и нападении на Гандзюк, раскрыты. Но как быть тем, чье дело не попало в раздел резонансных? К примеру, как в случае с Николаем Бычко. Его нашли повешенным в лесу этим летом. Микола разом с своими односельчанами боролся за очищение местных водоем против предприятий, которые в спальці с селищной радой забруднивали им речку. Поэтому требования активистов остаются прежними установить заказчиков и наказать виновных по всем нападениям. Люди, про которых не рассказали журналісти, они залишаются сам на сам своей бедой, с нападниками. Більше 90% взагалі навіть нападників не шукають. Шукають нападників тільки в тих двох-трех історіях, які показують телеканали. Цю ситуацію має взяти під свій контроль президент. Ірина Баглаев, Василий Миновщуков, подробності недели, телеканал «Интер». Свою обеспокоєнність нападениями на активистів в Україні выразили і в американському посольстві. Там призвали українську власть расследувати все случаи нападений і дати ісчерпываючу інформацію. Я процитирую. Украінці достойны активного гражданського общества, которое може выступати за реформы, не боясь расплаты. Що ж делать з цей волною нападений і удастся ли узнать всю правду о том, хто їх заказчики? Це тема для розговора з нашою гостю. Анна Малер, юрист-кримінолог, яка може об'яснити навіть найсложність ситуації. Здравствуйте, Анна. Спасибо, що нашли час для цього розговору. У меня к вам, наверное, простой вопрос. Можете ли ви на нього ответити? Що вообще происходит? Що це за волна нападений? Я вважаю, що напади на активистів вже можна сміливо називати явищем в Україні. Тому що зараз це вже масовість. За 2017 і 2018 років більше 50 випадків. Це тільки ті, які стали публічними і потрапили в пресу. А скільки ще випадків, яких ми не знаємо, я маю на увазі широкий загал людей. Якщо аналізувати ці напади, вони всі для мене, як для кримінолога, виглядають як попередньо спланованими та організованими. Це не такий у традиційному вимірі кримінал, коли напали, пограбували, зґвалтували. Ні. Тут є об'єктами нападу люди, які не просто є активістами, а чия активістська діяльність є результативною. Це ті люди, які дійсно заважають тим чи іншим чиновникам, людям, які місцеві бюджети грабують, які якісь незаконні рішення приймають. І тому це явище має вже конкретні свої образи. І я думаю, що перш за все правоохоронці повинні на сьогодні дати відповідь. Всі ці напади координуються з якогось одного центру, чи все-таки ми можемо говорити, що це просто явище, яке спровоковано тією ситуацією, яка є в Україні. Бо так може бути, що є якийсь єдиний центр, який генерує таку дестабілізацію. А через те, що в суспільстві дуже величезний запит на знаходження саме замовників, правоохоронці все ж таки хоч якусь інформацію нам подають. Замовників у нас не знайшли, але по деяких гучних випадках є підозрювані виконавці. Натомість у тих випадках, яких я намагалась розібратись, мене залишається осад, що відбувається певний або саботаж на місцях, я маю на увазі з боку правоохоронних органів, або, можливо, там навіть є якась співпраця, або ми знаємо, що на місцях це такі міні-князівства, і там немає окремо поліції, прокуратури чи місцевої ради. Там зазвичай це всі люди дуже тісно пов'язані між собою, і активісти можуть всім їм там заважати разом. Тому може гальмуватися на місцевому рівні це розслідування. І я бачила не раз, коли звідти направляються до Києва, звідти, що у нас все зроблено, у нас все розслідувано. Але насправді це не так. Тому треба усвідомити, що Україна велика країна, і в кожному регіоні є отака специфіка. Ви говорите об висполнителях, о том, що іноді знаходять і то от це низше звіно, ті, хто обливає людей кислотою, там і збиває, і так далі. Ну, дивіться, у нас цих елементів вже в країні накопилось достатньо багато. У нас бесконечне кількість тітушек, полукримінальних груп, рейдерів. Це, знаєте, як по Станиславському, якщо руж'є висить на стіні, воно когда-нібудь обов'язково вистріляє. Що треба зробити на сьогоднішній день, щоб, ну, якось, ну, вже превентивно, що ли, боротися з цими елементами, які потенціально можуть бути угрозою для і общественних активістів, і для любого українця? А відповідь дуже проста. У державі господар може бути лише один. Це або влада, або криміналітет. І ми зараз бачимо якраз цей двобій. І послаблення владної вертикалі через політичну і економічну кризу в Україні якраз призвело до того, що криміналітет, знаєте, дуже себе впевнено почуває. Осправляє плечі, скажімо так. І поповнює свої лави за рахунок того, що ніхто не займається на сьогодні економікою і насамперед молоддю. І рецепт, насправді, на поверхні. Якщо та молодь, яка сьогодні поповнює лави тих кримінальних загонів, про які ви говорите, просто елементарно буде працевлаштована, то навіть якщо поліція нічого не буде робити, то ми вже вдвічі скоротимо кількість людей, які готові просто брати на вулиці зброю і ви вирішите чиїсь питання, або бізнесові, або політичні. Хорошо. Анна, а що в цій ситуації тоді посоветувати самим активістам? Поки все одно ці молодчики розгулюють по вулицям в поисках якогось там заробітку такого, да, сомнительного. Що робити активістам, якщо все-таки понятно, що нових нападень, скорее всего, не збіжать? У мене дві поради. Одна активістам, а одна нашій владі. Насправді я розумію, що більшість цих активістів місцевим князькам заважає. Але місцеві князькі не розуміють, що їхнє майбутнє залежить від активістів, від цих агентів змін. Тому що вони, по суті, розпорушують той серйозний негатив, який може сконцентруватись десь в одній точці. Вони все-таки знімають соціальну наприву тим, що вони поступово очищують ці агіїві стайні. І якщо не буде активістів, нехай не думає влада, що буде спокійно на місцях красти. Ні, навпаки, це спровокує дуже серйозний потужний вибух в суспільстві. Не дай Боже, якогось самосуду такого, знаєте, колективного. Що стосується самих активістів, то вони абсолютно вірно зараз діють, привертають увагу в ЗМІ. Тому що ми знаємо, тільки ті випадки, які оприлюднені, там працюють дуже активно. Є якісь, принаймні, невеличкі звіти для громадськості. Тому вони це все роблять абсолютно вірно. І потрібно єднатися. На сьогодні суспільство повинно їх підтримати, і вони повинні бути, як ніколи, згуртованими. Анна, спасибо вам за цей разговор, за ці ответи. Анна Маляр, один із найзвістних юристів-кримінологів страни, відвічала на мої вопросы. Спасибо вам большое. Ми продовжимо. Уже більше 300 чоловік пожелали стать суддями нового антикоррупційного суда і подали документи на конкурс. Зараз НАБУ і САП перекладують відповідність за дуже скромні результаты роботи друг на друга і якраз на судді обычних суддів, котрим приходиться розбиратися з заявлями від антикоррупціонерів. Коли ж заработає спеціальний антикоррупційний суд? Все буде валитися вже на цих нових суддів. Кто готов, і главное, хто хоче це видержувати? Давайте-ка посмотрим. Конкурс на фініше. В Україні закрили прием заявок на должні вважний антикоррупційний суд. Был ли ажиотаж і скільки кандидатів решили, що вони готові судити вип-коррупціонерів? Сьогодні ми зустрінемся з некоторими з них. Це місце їх будучей роботи. Одно із двох зданий, яке через несколько місяців і стане центром по боротьбі з коррупцією высшого ранку. Іменно здесь хочуть розмістити антикоррупційний суд. Пока тут ще немає ремонту, а коридорами не ходять люди в мантиях. І адвокат Андрій Куксюк лише представляє, як буде приходити сюди на роботу. Он один із кандидатів. Моя дружина мене підштовхала. Так, давай, давай, подамось. Я до кінця, ну, я вагався. Андрій багато років практикує в судах. Часто роботає з делами НАБУ. Говорить, інтересно. А нова должність – це новий вызов. Сам факт того, що я, звичайно, юрист із Борисполя, зміг подати документи на суді вищого антикоррупційного суду, це, я вважаю, це вже є певним проявом того демократизму, того рівня розвитку нашої держави. Тепер Андрій готовиться к тестам. Говорить, давління не боїться. Я впевнений в себе добре, чесно. Я туди йду не для того, щоб, наприклад, грати п'ячусь в дудочку. У мене немає не теті судді, не дяді народного депутата, не мами прокурора. Я кожен день стыкаюся з відповідним впливом. Впливом від тої спеціалізованій корупційній прокуратури, впливом від працівників Национального корупційного бюро, їхні методи тиску. Це вже відбувається в даний момент. Я вважаю, що в мене в принципі вистачить силу імпорти п'ять. Що таке давління, хорошо знає і Лариса Гольник. Вона известна суддя із Полтави. Чотири роки назад містного мэра поймали на подозрительной земельной сделки. Коли дошло до суда, він пытався уговорити Гольник закрити дело. Женщина сообщила об цьому правоохранителям, а мэр в ответ обвинил її во взяточничестві. После цього на Ларису напал неизвестний. Тобто все робилося, щоб фактично завадити мою кар'єру як судді. І взагалі, знаєте, відчуття такого, що прагнули якось моральне знищення. Уже три роки Лариса Гольник – суддя без полномочий. Хоча высший совет правосуддя рекомендував назначити її бессрочно. На своєм жизненному примері она поняла, що таке корупція і її послідстві. Це страшна річ. Вона ламає долю людей. Вона не тільки ламає долю людей, вона може просто знищувати і вбивати. Оскільки ми знаємо, що внаслідок корупції можуть люди і загинути, як було, наприклад, з тим же розслідуванням по табору Вікторія. Лариса Гольник може претендувати на мантию в антикорупційному суді. Предполагає, конкурс буде жістким і навіть готова проіграти більш сильному опоненту. Ні адвокат і не суддя, а доцент і доктор наук. Більше 10 років Олексій Кравчук возглавляє кафедру в столичному КПІ. В вищих судах повинні працювати не лише професійні судді, але й науковці, які краще знайомі з практикою Європейського суду з прав людини. В своїй кваліфікації ученый не сомневається. Говорить, причастен к успішним антикорупційним ініціативам в університеті. Тепер готов бороться з взяточнічіством в масштабах країни. Ми не хочемо, щоб чиновники брали хабарі, але хочемо, щоб про всяк випадок, щоб була можливість щось піти і вирішити неофіційним шляхом. Звичайно, що так не має бути. Мотиви кандидатів понятні. Але хто із сотень прецедентів на Денет Мантию буде решати конкурсна комісія? Конкурс – 9 чоловік на місто. На кожного уже готово досьє. Первий екзамен состоїться уже в ноябрі. Знаєте, є така якість, має бути у суді, і ми перевіряємо цю якість. Це стресостійкість, тому що тиск буде, можливо, шалений. Защитити від давління антикорупційних судей должны особий статус, усилені меры безпасності і немалі оклади. Хоча багато кандидатів уверяють, ідуть працювати за ідею. Твердять, що будущее зарплата – це не головне. Я навіть не дивилася, яка це сума буде. Для мене вже мною рухає більше і день. Я там чув, що казалось, що там буде сума. Ну, значність сума буде. Якщо не помиляю, в суді Верховного суду 50 тисяч, а тут ще більше буде. Ну, це я, так, орієнтонно кажу. Я, чесно кажучи, навіть не завертаю на це ванну. Мені теж дивно, що кандидати не знають свою зарплату. Вона вже звучала. Приблизно 50-70 тисяч для судів вищого антикорупційного суду і для апеляції ще вища. Обвинувачення буде пред'являтися топ-корупціонерам на сотні мільйонів або мільярдів. Я думаю, що можлива і інша мотивація, ніж просто зарплата. К слову, оценивати мотивацію і честність кандидатів должны і міждународні експерти. Вскорі із 12 іностранців виберуть шість. Ви тогі, тільки 39 кандидатів, які пройдуть всі етапи проверки, стануть судді нової структуры. Честна работа которой так нужна Україні. Стране, в якій корупція – це проблема номер один. Інна Томіна, Богдан Цавруцкий. Подробності в неділи. Телеканал «Интер». І все ровно по антикоррупційному суду остаються два вопроса, на які до сих пор нет ответів. Неясно даже, коли этот суд може заработати і не растянеться ли його создання ще на годы. Давайте обсудим це з Владимиром Пилипенко, известним українським адвокатом і опытним юристом, представлявшим Україну, Венестанська комісія. Він з нами на связі. Приветствую вас, Владимир. Для начала поінтересуюсь вашим прогнозом, когда все-таки заработає антикоррупційний суд і появятся первые приговори. Доброго вечера. Ну, я думаю, що важко зараз казати, коли будуть перші вироки, оскільки судове слідство – це процедура доволі довга. Але я думаю, що більшість кандидатів, які будуть проходити відбір, вони будуть з великою ймовірністю назначені, можливо, вже навіть і перед президентськими виборами. Оскільки остаточне рішення, як би там не було при всій судовій реформі, у нас про призначення судів приймає глава держави. Тому я думаю, що ми побачимо вже перші призначення перед першим туром президентських виборів. Ну, насправді, сам відбір ще не почався, оскільки щойно закінчився прийом документів, тих, хто хоче бути кандидатами на цю посаду. Але от у нас виникали завжди питання у юристів стосовно ради, в даному випадку ради міжнародних експертів, ми її ще теж не бачили, її ще не, квалівкомістя ще не визначила. І тут постає теж питання, наскільки ефективною буде діяльність такої ради міжнародних експертів, наскільки вони будуть взагалі володіти інформацією не просто про кандидатів, яких вони будуть оцінювати, а і ситуацію в Україні, яка відбувається, вони повинні знати мову, вони повинні, принаймні, вивчити кримінальний процесуальний кодекс, вони повинні, принаймні, розуміти все те, що відбувається в Україні, не з засобів масової інформації, а безпосередньо взяти у цьому участь. І тут виникатиме питання у цьому, наскільки вони добре будуть підготовлені для того, щоб зустріти українські реалії. Володимир, представители НАБУ говорять, що только специальний антикоррупційний суд може зробити цю цепочку нових органів по боротьбі з коррупцією. Ви согласні з цьому чи не? Ви є все-таки жіпасення, що вже традиційним ссорам між НАБУ і САП, ну, просто добавиться ще один участник, це будуть судьи антикоррупційного суда. Вместо грызни на двоих будемо наблюдать грызню на троих, і все, і ніякого результата. Ви знаєте, відсутність боротьби з корупцією влада спочатку обґрунтовувала тим, що не було створено НАБУ. Ну, створили НАБУ, дали НАБУ працювати. НАБУ працює так, що воно не може ефективно здійснювати розслідування, займається там підкладанням прослуховувальних пристроїв, акваріуми, там, чи якісь кабелі тягне. Влада каже, що давайте створимо антикоррупційний суд, а тоді вже ми заживемо, поборемо корупцію. Тим самим вона визнала те, що фактично всіх українців лишили із корупційними судами. А це ж була судова реформа, яку теж влада пропагувала як елемент боротьби з корупцією. Сьогодні ми бачимо, що вона провалилася, і тепер ми чекаємо створення антикоррупційного суду, який нібито поборить корупцію. Але насправді корупцію він не поборить, бо не може кримінальний суд в будь-якій державі побороти злочинність. Це зовсім інші підстави для цього, зовсім інші чинники на це впливають. Ваша точка зрения ясна. Спасибо за этот разговор. На мої вопросы отвечав Владимир Пилипенко, адвокат і дуже опутний юрист, представлявший Україну в Венеціанській комісії. Вот ще одна новость із мира антикоррупціонерів. Назар Холодницкий остался без премії. Генпрокурор Юрий Луценко лишил руководителя САП доплаты за август. Причина – выговор, который Холодницкий получил летом. Сумма премії не указывается, но если вспомнить размер зарплаты Холодницкого – 222 тисячі гривен за тот же август, то можно понять, что речь идёт о немалых деньгах. Это подробности недели, а вот о каких темах мы поговорим с вами далее в программе. Газовый калькулятор. Кабмин сегодня обсуждал повышение цены на топливо. Чего ждать украинцам? Драконовские штрафы, усмирение евробляхеров и зелёный свет для эвакуаторов. Как изменилась жизнь водителей и сколько теперь стоят нарушения на дороге? Битва за потребительскую корзину. Как случилось, что её отменили через суд? И как это отразится на благосостоянии украинцев? Амбудсмен Людмила Денисова до сих пор не может получить от российских властей конкретные данные о состоянии здоровья Олега Сенцова. Напомню, он голодает уже почти 140 дней. Денисова получила отписку из России о здоровье Олега. Мол, состояние у него стабильное, но не дают никаких подтверждающих медицинских документов. Нет официального заключения консилиума врачей. А сам Олег написал письмо российской правозащитнице Зое Световой. Оно датирано 25 сентября. Выдержки из письма Светова опубликовала в фейсбуке. Несмотря ни на что, Сенцов, здесь я цитирую, верит в хороший исход всей этой истории. И сегодня же российские тюремщики сообщили, что возили Сенцова на обследование в городскую больницу Лабытнанге. Появились новости о здоровье еще одного украинского политзаключенного в России Станислава Клыха. Его мать сообщила, что Станислав жалуется на боль в сердце, почках и ногах. Ей удалось увидеться с сыном первый раз в этом году. Украинские консулы помогли Тамаре Клых съездить на свидание со Станиславом в Челябинскую область. По судьбе украинских политзаключенных, которые удерживаются в России, говорили на этой неделе в Нью-Йорке, на площадке ООН. Там проходила сессия Генеральной Ассамблеи Организации. Какие еще темы и задачи были важными для украинской делегации, знает Дмитрий Анопченко. ДОНАЛЬД ТРАМП Единожды. И сейчас Трамп наслаждался возможностью быть в центре внимания. Да еще и когда твое лидерство никто не оспаривает. При этом в его заявлениях, сделанных из трибуны и во время двусторонних встреч, появился месседж, который многих заставил крепко задуматься. Финансовую помощь странам мира США кардинально пересмотрят. Посол США при ООН Ники Хейли пояснила логику шефа. Да, США щедры, но именно поэтому мы намерены быть щедрыми лишь с теми, кто разделяет наши ценности, кто работает с нами, а не с теми, кто пытается ставить нам палки в колеса или, скажем, вообще нас ненавидит. Понятно, что этот прозрачный намек в первую очередь для Палестины, но он очень хорошо отражает настроение в администрации Трампа. Быть щедрыми, но не со всеми. Остаться среди тех, с кем штаты по-прежнему готовы делиться, важно для Украины. Ведь США не только наш стратегический партнер, но и крупнейший поставщик военной помощи. Петр Порошенко в Балтиморе на церемонии передачи стране патрульных катеров привел показательную цифру. На сегодняшний день мы получили от США более миллиарда долларов на обеспечение безопасности, поддержку реформ в сфере национальной безопасности, поддержку соответствующего закона и его внедрения, что приближает нашу армию к стандартам НАТО. А линды, которые получили украинские ВМС, суда, которые, по словам военных моряков, необходимы стране именно сейчас, когда, как заявляла в ООН украинская делегация, существует реальная опасность, что вслед за Крымом Россия оккупирует и Азовское море. Переговоры о них вели долгих четыре года. Еще год понадобится, чтобы они вышли на боевое дежурство. Предстоит ремонт, перевозка через океан на морских платформах, подготовка экипажей, установка новой системы связи, защищенной от радиоперехвата. Обычно визит украинских президентов на Генассамблею ООН ограничивался только лишь посещением Нью-Йорка. В этот раз в программе появился еще один пункт – Порт Балтимор, поскольку история с катерами – логичное продолжение того, о чем Порошенко говорил в ООН. Если не принять срочных мер, то, сдержав наступление на суше, Украина может оказаться в ситуации, когда ее начнут с моря вытеснять. Россия подрывает свободу мореходства в Азовском море, трусливо охотясь на коммерческие суда под украинским флагом и флагами других стран, и запугивая их. И все потому, что Москва не отказывается от своих планов пробить наземный коридор в оккупированный Крым. Столкнувшись с противодействием, Россия пробует использовать водоемы для нападения с моря. Как уличный хулиган наносит удар, и если нет реакции, то следует еще один удар. Попросив у объединенных наций помощи в ситуации с Азовским морем, а для этого есть международные конвенции, главное, чтобы выполнялись, Украина в этом году сделала ставку на несколько вопросов. Поделился с нами министр иностранных дел Павел Климкин. Резолюция по демилитаризации Крыма, освобождение заложников и политзаключенных, об этом президент с главой Европейского совета Дональдом Туском подробно говорил. Дать новый толчок миротворческой операции, а еще, и это предложение Петр Порошенко обнародовал с ООНовской трибуны, Украина настаивает на проведении реформы, которая забрала бы право вето у тех стран, кто им злоупотребляет. На сегодня, хотите вважать меня политически некорректным, но тем не менее, ООН находится в декадансе, Оскільки ООН заблокована в контексте принятия незвичайно важных решений. И эта оружейная агрессия России, она научила свет и наших друзей, но и на самом деле страны, которые очень далеки от нас, суто географично, но очень близки за принципами и за ценностями, очень много чуму. Изменение правил игры могло бы быстро развязать многие узлы, но за это еще нужно побороться. Как минимум, уже сейчас объединяться с союзниками и готовиться к очередному заседанию Генассамблеи ООН, которое пройдет через год. Из Соединенных Штатов Дмитрий Ановченко и Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. И еще одна деталь визита президента Украины в США. Одновременно и эмоциональная, и политическая. Петр и Марина Порошенко почтили память Джона Маккейна, посетив кладбище, где похоронен сенатор. Командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко оставил на могиле Маккейна памятный знак ВМС. Самые высокие цены за 4 года. Нефть бьет рекорды. Марка Brent уже выше 82 долларов за баррель. И тенденция в ближайшее время не изменится. Аналитики всерьез говорят, что цена может вырасти и до 100 долларов. Напомню, в начале этого года за марку Brent давали чуть больше 60 долларов. Причин подорожания две. В России сокращается экспорт из Ирана на фоне американского давления на эту страну. Сохраняются проблемы и с ливийскими поставками. Там до сих пор гражданская война. Снизить цену могли бы Саудовская Аравия и Россия. Но они отказались увеличивать добычу. И все это очень неприятные новости для украинцев. Мало того, что долларовые цены на нефть растут, так еще и гривня постепенно проседает. А это означает, что в Украине будет дорожать бензин. А из-за этого в стране пойдут вверх остальные цены на товары и услуги. Свой вклад в рост цен вносит и МВФ. Пусть и не прямо, а при посредничестве украинской власти. Но все-таки это будет самый заметный вклад. Увеличение цены газа для населения спровоцирует рост тарифов. А это ударит по кошелькам большинства украинцев. Что еще требует фонди за новый транш? Посмотрите в нашей справке. От оптимистичных ожиданий до неловкого молчания. Сколько еще ждать такого долгожданного транша МВФ? Какую цену должна заплатить Украина за помощь? Вопросов масса. Ответ один. Стороны договорились договариваться. У меня нет подробной информации о переговорах, которые еще продолжаются. Также я не знаю точные даты их завершения. А отсутствие конкретики – благодатное поле для предложений слухов. Еще во время переговоров в Киеве появилось официальное заявление. Мол, стороны переходят на другой формат сотрудничества – на программу «Стендбай». Но вскоре стало понятным – заявление было поспешным. Главный камень преткновения и одно из ключевых требований МВФ – цена на газ. Повысить тарифы для населения еще и в предвыборный период правительство должно было в начале года. Но решилось только сейчас. Но для МВФ этого уже недостаточно. По официальным данным фонд выдвинул новые требования. Сперва проголосованный сбалансированный бюджет 2019, затем деньги. А это значит, что транш раньше декабря маловероятен. Кроме того, возможно, что появились и новые антикоррупционные требования кредиторов. Плюс реформа фискальной службы. Пока судьба очередного транша не ясна. Хотя на кону почти 2 миллиарда долларов. Цена которым – экономическая стабильность страны. От договоренности с МВФ зависят также и другие кредиты. От Евросоюза и Всемирного банка. Важно упомянуть и следующее. Сколько может стоить газ для украинцев, если выполнить требования МВФ в полном объеме? Кредиторы требуют уравнять цены для населения и промышленности. Сейчас для домохозяйства льготная цена. Вот предложение на октябрь от Нафтогаза. Если нет задолженности и есть предоплата, то цена 13 438 гривен за 1000 кубометров. А если оплата по факту поставки, то дороже 14 586 гривен. Просто сравните с ценой для населения 6 958 гривен, которая оставалась с прошлой зимы до этого октября. И если верить главе компании Андрею Коболеву, в ходе переговоров с МВФ представители Украины все-таки пообещали уравнять цены. Но не сразу, а к 2020 году. Мол, компромисс уже есть, а конкретные этапы повышения еще обсуждаются. Впрочем, не все политики верят, что эти обещания МВФ вообще можно реализовать. Вот как расчеты Нафтогаза до 2020 года прокомментировали в оппозиции. Ну, они все, что угодно могут натворить, только единственное, их уже не будет в 2020 году на своих должностях. Потому что сегодняшний режим, он абсолютно политически обанкротился. А вот такие телодвижения, как очередное поднятие цены, приближает его конец. Потому что нельзя вот так издеваться над людьми. Причем здесь цена газа, который добывается в Украине, его себестоимость и импортный газ из России или Норвегии. Это абсолютно разные вещи. Хотите сделать единую цену? Это в принципе разумно. Смешиваем газ собственной добычи по балансу, его 15 миллиардов по цене 100 долларов. Смешиваем 15 миллиардов импортного газа, пусть по цене даже 300 долларов. Получаем цену 200 долларов для всех. И для промышленности, и для населения. Исходя из нее рассчитываем субсидии. Тогда есть логика, тогда понятно, что есть справедливость. А взять, приравнять цену внутренней добычи к 400 долларов, которые сегодня они покупают на споте, это абсолютно неправильно. Ну а пока «Нафтогаз» запланировал еще и перестройку внутреннего рынка газа в Украине. Зачем монополисту понадобились еще и свои фирмы-посредники? И как это может отразиться на потребителях? Разбирались наши корреспонденты. Борьба за вентиль. Главный газовый монополист Украины «Нафтогаз» решил полностью перебрать на себя продажу украинцам голубого топлива. Если сейчас сбытом занимаются «Облгазы», то уже вскоре их могут заменить три новые компании. Население будет покупать топливо у газопоставляющей компании «Нафтогаз» Украины. Предприятие «Теплокоммунэнерго» у фирмы «Нафтогазтепло». А вот торговать с промышленниками станет «Нафтогазтрейдинг». Все эти предприятия дочерние компании «НАК». Якобы это улучшит ситуацию на рынке, говорят в компании. Но эксперты считают иначе. Монополист говорит, что он будет покупать у собственной компании по неизвестному по какой цене газ. А потом будет продавать еще с наценкой уже населению. То есть это фактически создается такой темный ящик, который будет помогать собирать сверхприбыли на «Нафтегаз». Будут друг другу напочислять уже премии. То есть мы фактически все становимся заложником одной компании, которая облагает дополнительным налогом всю страну. Платить придется больше, уверяют эксперты. За счет штрафов, которые скоро могут приходить украинцам. Поставки газа населению, они могут пойти по правилам третьего энергопакета, когда населению точно так же будут выставляться штрафные санкции, как это происходит сейчас с предприятиями коммунальной энергетики. И газ вместо социальных, но условных, 7 гривен станет 14 или 20. И вы будете должны уже по факту, то есть не рассчитавшись, задолжав за месяц, вы должны будете отдать сумму в два раза больше. Неясно и каким образом с новыми фирмами будут заключать договоры. Ведь по закону сменить поставщика газа нельзя, если у предприятия есть долги. А за прошлые годы теплокоммунэнерго и промышленники задолжали «Нафтогазу» почти 30 миллиардов гривен. В топ-менеджменте НАК лишь разводят руками, мол, это проблема правительства. Тут мы говорим ураду, что если будет принято соответствующее регулирование, вопрос о борьбе можно вынести за дужки. И мы можем постачать соответствующий газ теплокоммунерующим компаниям, если просто будет определенный график, который будет показать, как борьбы будут погашаться. Курение этой проблемы нужно искать в неэффективности сейчас рынка газа. Но вот эксперты уверены, дело не в неэффективности, а в завышенных тарифах. По подсчетам специалистов, реальная цена газа для населения должна быть не более 3-4 тысяч, а никак не 7 тысяч гривен за тысячу кубов. Собесцитомость украинского газа приблизительно 60-80 долларов. При этом, что у Украинского газовозбудования только официальная рентабельность 250%. То есть это означает, что тарифы в этом схеме уже давно завышены минимум на 100%. Главный вопрос, как в новой схеме будут учитываться субсидии, ведь предоплату из бюджета по ним совершать нельзя. Газ-то будет покупаться, который добывает государственная Украинская добыча, а продаваться он будет по рыночной цене. То есть вот этим посредникам. А посредники будут продавать по социальной цене. Вот скажите мне, в чем логика? Ну кроме как для коррупционных схем, потому что они начнут претендовать на дотации со стороны бюджета, они начнут претендовать на субсидии. А на сегодняшний день это суммы порядка 100 миллиардов гривен и более того. То есть классическая схема прокладки. А значит и для новых гигантских премий. На этой неделе суд уже оштрафовал главу «Нафтогаза» Андрея Коболева за отказ раскрыть, как именно руководители монополистов поделили между собой 45 миллионов гривен за победу над «Газпромом» в стокгольмском арбитраже. А за прошлый год топ-менеджеры компании получили бонусов на 127 миллионов гривен. В том числе и за повышение цены газа для украинцев. Такими щедрыми подарками Коболева своим подчиненным уже заинтересовались правоохранители, открыв уголовное производство. Не исключено, что новая схема «Нафтогаза» даст повод для очередных громких расследований. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности недели. Телеканал Интер. Тему газа и «Нафтогаза» сегодня прокомментировала Юлия Тимошенко. Лидер «Батьковщины» считает, что «Нафтогаз» все-таки будет ликвидирован в ближайшее время. А те решения, которые нынешний менеджмент компании успевает реализовать, будут отменены, если они противоречат интересам общества. Обещает Тимошенко не допустить и продажу газотранспортной системы Украины. Напомним, «Нафтогазе» предложили Кабмину продать 49% акций оператора ГТС. «Перше, что мы сделаем, мы ликвидируем «Нафтогаз» как посередника, который не нужен. А также, если «Нафтогаз» построит другие посереднические структури, а он сейчас планирует это сделать для продажи природного газа украинцам, для потреб людей, сейчас еще одну прокладку будут создавать. Все это будет ликвидировано. И украинцы отримают свой властный природный газ, который им належит, согласно Конституции, безусловно с государственной компанией «Укргазвидобувание» и по цене, как минимум, вдвече меньше, чем есть сегодня. И еще три недели старой цены. Кабмин продлил действие старой цены на газ для населения до 18 октября. Решение принято на сегодняшнем специальном заседании правительства. Итак, сколько в итоге будет стоить газ? Когда поднимут цену? И к чему приведет выравнивание цен для промышленности и населения за ближайшие несколько лет, как анонсировали в «Нафтогазе»? Давайте обсудим. Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий в студии нашей программы. Здравствуйте, Юрий. Спасибо, что пришли. А на связи со студией Владимир Фисенко, политический эксперт, который точно знает, что на уме у главных героев украинской политики. Так ведь, Владимир? Здравствуйте. Спасибо, что присоединяетесь к нам. Владимир, первый вопрос у меня будет к вам. Вот смотрите, Кабмин уже не в первый раз откладывает повышение цены на газ. Теперь будем ждать 18 октября. Мне интересно, а что даст эта передышка, если по требованиям МВФ все равно рано или поздно придется принимать это решение, если мы хотим, естественно, сотрудничать с МВФ? Нет, но эта передышка означает, что переговоры продолжаются. Если бы правительство сдалось и пошло на ультиматум МВФ, вот повысить сразу на треть, а то и больше, то это бы уже случилось. Но этого не случилось. Значит, правительство добивается компромисса, приемлемого для страны, для бюджета, для простых потребителей. Повышение, наверное, и будет, но поэтапным и таким, чтобы оно не создало чрезмерного социального и политического напряжения. Хорошо, но, наверное, какого повышения ждать нам, точнее, скажет эксперт Института энергетических стратегий, Юрий? Ну вот чего вы ждете 18 октября? Ну, я бы все-таки, на жаль, не тишив себе иллюзией. Тобто, треба очековывать подвищение цены на газ. Тобто, уряд Украины взял на себя обязанное, держава взяла на себя обязанное, подписавши меморандум ЗМВФ. Цена будет в коридоре между 8,5 и 9 тысяч гривен. Это с жовтня месяца, або в крайнем случае с листопада. Это будет первый этап. Тобто, успехом един, можно сказать, что подвищение до рынкового ревня цены, так звана рынковая цена, воно растягнутое на два этапа. И на квитень месяц, после опального сезона, запланованы другие подвищенные цены до ревня уже 13-14 тысяч гривен. Тобто, это, звичайно, фантастичная цена. Это 500 долларов за тысячу кубометров. Такая не может быть цена. Цена на газ, нужно понимать, завищена. И максимальный ревень, который сегодня мог бы быть, это 3,5 тысячи гривен. Это даже мы видели в ваших сюжетах попередних. Потому что, действительно, собевартость выдающего газа становится 47 долларов сегодня, плюс затраты инвестиционные, дают максимум 3 тысячи. Юрий, просто у вас хочется все-таки мне верить Владимиру, что все еще все-таки не точно. И Кабмин все-таки, возможно, дожмет в этих переговорах и найдет какой-то более лучший компромисс, ну, компромисс получше для украинских потребителей. Смотрите, многие политики говорят, что у Украины есть возможность продавать газ для населения все-таки и дальше по сниженной цене. Это можно обеспечить? Если да, то как? Можно, безусловно, потому что, повторюсь, я даже у Компании Украинского здобувания сама визнаю, что они, в принципе, наибольшая для них цена 3,5 тысячи гривен. Чому? Потому что цена, которая больше, от 7 тысяч гривен, и эта разница 3,5 тысячи, додатковая, она должна бы пойти на сближение выдающего газа. Но мы видим, 2 года выдающий газ не сближается. Гроши лежат на рахунках нафтогаза. 30 миллиардов гривен. Они их просто не могут усвоить. Нема техники, ни обладнания, ни специалистов, на жаль, которые освободятся, выходят на пенсию. Никто не обновляет этот кадровый потенциал. И поэтому, соответственно, вот эта цена 3,5 тысячи гривен, это максимальный гривен, который позволял бы, принаймні, и людям оплачивать живыми грешами, а не сидеть на субсидию и, фактически, змушать государству думать за тебя. И государство выделяет. Мы знаем, в прошлом году 70 миллиардов гривен субсидий. На этот год мы выйдем точно по показникам до 80-90 миллиардов. Если цена будет увеличена. Понятно. Ну, тогда, в общем-то, стоит нам, наверное, ждать и транш. Давайте о транше чуть более подробнее поговорим с Владимиром. Владимир, смотрите. Ну, все мы прекрасно понимаем, что в вопросе цены на газ все-таки нас танцует МВФ, грубо говоря. Меня интересует такой вопрос. Вот почему официально до сих пор нет никаких внятных комментариев по последним переговорам с миссией Международного валютного фонда? За две недели до приезда миссии многие из членов коалиции говорили о радужных перспективах. Сейчас, ну, просто ни пара из вуз, ни от кого слова не добьешься. Что происходит на самом деле? Что происходит, могут сказать только участники переговоров. Я таковым не являюсь. Я напомню, что переговоры ведь начинались еще до приезда миссии МВФ в Украину. Еще летом они шли, в том числе в штаб-квартире МВФ и на других площадках. Была информация еще летом о том, что есть три разных компромиссных варианта. Вот вы сами цитировали сценарий поэтапного повышения. Причем не так, чтобы уже в 2019 году выйти на максимум, вот как сказал ваш гость, а чтобы на максимум выйти только в 2020 году. Поэтому варианты разные. Почему не комментируют? Потому что слишком деликатная ситуация, и здесь утечки информации могут повредить. Я думаю, именно по этой причине ни МВФ, ни правительство, ни Нафтогаз Украины не дает какой-то информации, чтобы, скажем так, не сорвать нормальный переговорный процесс. Владимир, если можно коротко, какие рамки еще дальнейших уступок нашей власти Международному валютному фонду? Понятно, что одного транша, за которым мы сейчас боремся, надолго нам не хватит. Но впереди выборы, требований у фонда много. Там и фискальная служба, антикоррупционные органы. Вот что из этого может выбрать власть как уступку? Большая часть названных вами требований это слухи. Я думаю, что с обеих сторон ищут достаточно прагматичную, реалистичную позицию. Вот я думаю, что, скорее всего, ждут принятия бюджета в первом чтении. И после этого, когда МВФ удостоверится, что бюджет сбалансирован по проекту, то тогда, наверное, найдут и компромисс по газу. А также, возможно, и по другим частным вопросам. Спасибо, Юрий. Посмотрите, в «Нафтогазе» анонсировали, что якобы до 2020 года цены и для промышленности, для населения увеличат по итогу на 100%. Идет тогда речь, получается, о 15 тысяч гривен за... Тысячку гривен? Да. Ну да, 15-16, наверное, тысяч. Вот вы верите, что этот негативный сценарий может быть реализован? На жаль, может быть реализованный. То есть, если Украина остается в партнерских отношениях с МВФ и будет выполнять свои обязательства, которые она сама взяла, тогда этого ожидать однозначно нужно. В переговорах, до речи, есть также огромная проблема монополизации рынка газа в Украине и монополизация с боку «Нафтогаза». То, что, до речи, мы видели в вашем сюжете. Это стоит вопрос, потому что, фактически, мы видели не разделение «Нафтогаза», что требовал, до речи, Европейский Союз. МВФ также ставил такую требование. А мы видели укрепление. И то, что сегодня «Нафтогаз Украины» абсолютно подминает, я бы сказал, узурповывает весь рынок поставок газа, транспортирования газа, газовых мереж, это касается в Украине. По теплу также мы видели в сюжете. Это все правда, на жаль. И вот МВФ переживает с этого привода, ну, если можно такое слово вжить, что, фактически, от них, ну, они втратят контроль над «Нафтогазом» так же. Как уже уряд втратил контроль над «Нафтогазом», так и МВФ, как наш, ну, найбольший кредитор. Понятно. Ну, вероятно, вот насколько вероятно мне еще заинтересовало. 2020-й он не за горами, он уже почти... Ну, я бы сказал так, вот те, что я сказал, что цена 14 тысяч гривен на квитень, месяц, травня 2019-го року, невидимо, кто ее будет принимать. Выборы пройдуть, старый новый президент, новый президент, новый уряд, який точно будет. Тому, скажи за все, это решение, оно не будет реализовано, оно снова будет затягнуто, но и мы тогда не получим траншу. Ну, что ж, поживем, посмотрим, что называется. Владимир Фисенко, Юрий Корольчук отвечали на мои вопросы. Спасибо вам за это огромное. Мы продолжим. Украинцы уже привыкают к тому, что скорая помощь, к сожалению, становится очень уж не скорой во многих районах. Кое-где вообще перестало приезжать на вызов. Экстренной медицине обещают реформу, проект которой вызвал десятки болезненных вопросов и у медиков, и у пациентов. Что ждет скорую помощь? Обсудим в следующей части нашей программы. Литр молока, 4 яйца, 1 луковица и 1 морковь с капустой. И все это на неделю. Из одежды один свитер в 3 года, а из новинок пачка успокоительного. Именно такой набор, необходимого для жизни, уже 20 лет предлагают украинцу в потребительской корзине. При этом, как прожить с таким меню, рецепта не дают, но и давно устаревших норм не меняют. Хотя суд по иску правозащитников и признал украинскую потребительскую корзину незаконной, но в Минэкономике подали касацию. И эффективные, по сути, нормы и дальше формируют прожиточный минимум в стране. Чтобы показать их оторванность от реалий современного цивилизованного мира, Феруза Бегматова решила провести эксперимент. Она передала украинскую корзину в Великобританию, чтобы там англичане попробовали пожить по-нашему, по-украински. О, круто! Прибыла моя поставка на неделю. Ничего себе! Довольно большой, тяжелый. Давайте посмотрим, что именно мне прислали. Это Дэвид. Он молодой британец среднего достатка. Мы предложили ему на недельку почувствовать себя среднестатистическим украинцем. Суть эксперимента – поменяться потребительскими корзинами двух стран. В Лондон поедет украинский набор, а в Киев – британский. Украинская корзина – яркий пример стабильности. Меняются цены и реалии, но проднабор уже 20 лет неизменный. Лишь в 2016-м добавили успокоительное, что, впрочем, не спасло власть от народного гнева. Правозащитники доказали в суде, что потребительская корзина в Украине давно не отвечает жизненным требованиям и фактически является фикцией, хотя на ее основе и формируют прожиточный минимум. Теперь правительство должно пересмотреть ее содержание. Но в Минэкономике подали касационную жалобу в Верховный суд. Поэтому пока вопрос не решен. А вот в Великобритании, не в пример Украине, не так консервативны и обновляют корзину каждый год. Ежемесячно в 150 регионах Королевство управление национальной статистики собирает и обрабатывает информацию о ценах, чтобы подсчитать уровень инфляции и вычислить прожиточный минимум. При этом учитывают и вкусы, и пожелания британцев. В этом году добавили малину и исключили пирог со свининой. Все ради здорового питания. Как ни крути, а поменяться было хорошей идеей. Звоним проверить, дошла ли наша посылка в Лондон. Ну, видимо, пришла. Ведь ни мобильная связь, ни интернет в потребительской корзине украинца не предусмотрены. Хм, хорошо. Здесь много вещей, которые я не узнаю. Надо рассмотреть поближе. Не уверен, что это. Какие-то зерна? Ну что ж, пришло время сравнить несравнимое. Дэвиду, который и раньше жил небогато, следующую неделю придется познавать новые грани минимума. Вот такая порция. Это совсем немного еды на весь день. Так что будет интересно. Рацион на неделю. Четыре яйца, четыре сосиски, плошка риса и гречки, луковица, морковка и капуста, немного мяса и больше литра молока. Мы собрали для Дэвида самые привлекательные позиции из предложенного в украинской корзине на сумму из расчета 1777 гривен в месяц. Да уж, даже для одной подачи свинины совсем немного. На две ложки примерно. Это скорее размер для ресторана Мишлен. Или для молекулярной кухни. Ведь для нормальной жизни обычного человека этого очень мало. Те социальные роли, которые мы выполняем, требуют энергии. Объем пищи должен составлять два литра в течение дня, распределенной в четыре приема пищи. Но украинская корзина такого не позволяет. Мне придется обойтись без завтраков во вторник и четверг и очень легко обедать. А вот англичанам, кроме базовых продуктов, предлагают ананас, филе белуги и авокадо, отдельно пирог киш и даже заграничные блюда. В британской корзине котлета по-киевски. Я думаю, что будут довольно голодным к концу недели. К тому же все очень скромно. Да-да, и не забудьте еще про рекомендованное врачами четырехразовое питание. Понедельник, среда, пятница и воскресенье. Но спиться с горя не получится, потому что алкоголя в украинской корзине не предусмотрено. Зато успокоительными обеспечили. Модничать Дэвиду тоже не удастся. Украинцам разработчики корзины предложили один свитер на три года и пару трусов на три месяца. А в британской учли даже леггинсы для йоги и абонемент в спортзал. Хоть туалетной бумагой не обделили, ее положено по два метра в день. Это на понедельник, это на вторник. Нет, это все на понедельник. О, серьезно? Действительно, зачем ее столько с таким-то питанием? На этом этапе сравнения становятся просто невозможными, потому что в британской корзине поместились и мытье окон, и билеты на футбол, и даже услуги садовника. А еще поездки за границу, услуги няни, бассейн, катание на лошадях и боулинг. О такой корзине украинцы, конечно, даже не мечтают. И все же она должна хотя бы немного приблизиться к реальным потребностям человека. Фируза Бегматова, Светлана Чернецкая, Сергей Вадмить, подробности недели, телеканал Интер. Украинцы уже привыкают к тому, что скорая помощь, к сожалению, становится очень не скорой, а кое-где и вообще перестала приезжать. Задумайтесь об этом факте. Уже несколько лет экстренная медицина не получает финансирование из госбюджета. Судьба скорых зависит только от милости местных властей. Правда, в проекте бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел деньги на экстренку, но и этих средств не хватит на потребности во всех областях. А теперь еще экстренной медицине пообещали реформу, проект которой вызвал десятки болезненных вопросов и у медиков, и у пациентов. Чего ждать, разбиралась Евгения Коваленко. Скорая будет работать по-новому. Экстренная медпомощь на пороге кардинальных изменений. Швидкая допомога – это не поликлиника, которая на колесах выезжает. Формально новые протоколы Минздрава для диспетчеров еще не действуют, но тем не менее они уже фильтруют вызовы. Скорая теперь не выезжает к пациентам с высокой температурой или скачками давления. С такими жалобами нужно вызывать неотложку, консультироваться с врачом по телефону или обращаться к семейному врачу. Я не знаю, допустим, как можно с ребенком маленьким, тем более при температуре большой, куда-то бежать. Ты не знаешь, что делать, у тебя шок, паника. Может быть разная ситуация, и может быть каждая, скажем так, минута важна. Евгения вспоминает, летом на отдыхе вся семья подхватила какой-то вирус. У ребенка резко поднялась температура – под 40. Вызвали скорую. Говорит, повезло, что врачи приехали быстро. Без укола она бы так неизвестно, когда бы эта температура спала, и что было бы. Все хворобы, они прогрессуют в самый вечерний и ночный час. И у детинки подвышилась температура тела. Пока мама дочекается ранку, пока она прийдет к семейному лекарю, пока там постоит у черзи, и это может привести до незворотных наследов. Решение, отправлять к вам скорую или нет, принимает диспетчер. По новым правилам диспетчер обязан подробно расспросить пациента о симптомах. У нас работает автоматизированная система, которая уже заложена, и те питания, которые должен задать диспетчер. И он нестает криминальную административную ответственность. Бригада экстренной медпомощи должна выезжать только в экстренных случаях, при угрозе жизни, и в течение 8 минут. Если вы попали в ДТП, если вы травмировались в торговельном центре, если вы на будильнике, если что-то в городском месте, мы приедем и дадим помощь. Также в Минздраве планируют переформатировать бригады скорых. Вместо врачей и фельдшеров в них будут парамедики. Их задача стабилизировать состояние пациента и довести его до больницы. Для этого персонал должен пройти двухмесячные курсы, но переучиваться многие не хотят. Никто не хочет переговориться ниже. Потому что парамедики, они же не учатся столько, сколько мы в институте учимся. После переаттестации парамедикам обещают зарплаты около 14 тысяч. А вот водители скорой станут медицинскими техниками. Они должны будут не только водить машину, но и помогать бригаде. Вячеслав уже это делает. Помогаю выгрузить носилки, помочь загрузить больного на носилки. Ну, то, что женский коллектив, примерно, не может. Но прибавки к зарплате за дополнительные обязанности водитель пока не получил. Изменения в работе скорой уже испытала на себе Татьяна Андреевна. У нее вывихт тазобедренного сустава. Передвигается на костылях. Несколько раз в неделю ей нужны уколы и капельницы. Раньше неотложка работала при районной поликлинике. Но теперь все бригады перешли в подчинение Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф. И на такие вызовы больше не приезжают. Вот я езжу на уколы, на капельницы. А лекарные наши тоже не приспособлены для того, чтобы такая людина, как я, могла там лековаться. Стараюсь делать кардиограмму. При скачке давления к женщине тоже отказались ехать. Но есть и разные повышения тиска. Есть и гипертонические кризи, которые потребуют негативной помощи этой человеке. Если негативно не выкликать бригаду экстренной медической помощи, чем это завершается? Инсультам. А пока в столице активно перенаправляют к семейным врачам, в регионах и отправить не к кому. Докторов не хватает. К примеру, в Черновицкой области на некоторых участках на одного семейного врача 5000 пациентов. У нас в районе 26 тысяч населения, то есть у нас должно было быть хотя бы 12-13 семейных лекарей. Их такой количества нет. У нас есть в больнице, где семейные лекарства обслуживают по 4,5-5 тысячи. Да, швидка. Черговый фельдшер Луканюк. Слухаю вас. Это райцентр Путила. Кабинет службы экстренной медицины находится в помещении райбольницы. Его арендует. Все фельдшеры и водители с многолетним опытом. Рабочий день Наталии Луканюк начинается с рассветом. Работы всегда много. Тут находится и, скажут, кардиология, и кровотеча, и бронхиальная астма в этом ящичке, чтобы можно надать допомогу. Деткам, аналоги не есть. Лекарства есть, а вот форму приходится покупать за свои деньги. До 1000 гривен. В бригаде только фельдшер и водитель. Этой машине больше 15 лет. Иногда к больным бригада не доезжает. Часто ломается. И так едем, едем. Тяжко тоже. На старой машине. Можем и не устремлять на выклик. Через дороги. Дороги очень плохие. Кроме навыков экстремального вождения, Анатолий также умеет оказывать первую медпомощь. Штучное дыхание. Ну, что мы можем помочь? Я там нас наставить, забинтовать. Экстренная медпомощь приехала к Марии в тараку. Женщины ушиб ноги. Медэксперты говорят, в украинском обществе просто не понимают функции экстренной скорой помощи. Приблизить Украину к мировым стандартам хотят с помощью реформы. Но проблема в том, что пока в украинских реалиях скорая для многих людей единственная возможность получить хоть какую-то медпомощь. Вообще украинскую экстренную помощь реформируют по европейскому образцу. В западных странах действительно скорая приезжает лишь в экстренных случаях. Но ведь важно поменять не только правила. Ведь остальные медицинские реалии, инфраструктура оказания помощи, техническая база, квалификация и количество врачей и больниц уж очень отличается. О том, как и в каких условиях работают бельгийские врачи и на что могут рассчитывать их пациенты Елена Абрамович расскажет. Температура 40 или зашкаливает давление? Если вы в Бельгии, даже не пытаетесь звонить в скорую. К вам все равно никто не приедет. И даже если вы возьмете такси и доберетесь сюда сами, можете полдня просидеть в очереди. А все потому, что такие симптомы не считаются серьезными. И с повышенной температурой пациенты звонят семейному врачу, объясняет доктор Патрик Вандергурт. Он работает в скорой при Генском университете. Я никогда не говорю пациенту, что нельзя сюда приезжать, но наша обязанность объяснить, что здесь мы ничего особенного делать не будем. Продолжить лечение должен терапевт. То есть мы перенаправляем. Всего четверть пациентов попадают в отделение неотложки на каретах в скорой помощи. Остальные добираются своим ходом на машинах, такси или частных скорых. Так как в Брюсселе на 15 отделений всего 28 карет. Когда у сына месье Жиони впервые случился приступ удушья, он повез его в больницу сам. Когда мы выехали на дорогу, то поняли, что из-за пробок добраться будет очень сложно. Нам повезло, что рядом стояла машина полиции. Мы попросили о помощи, они включили сирену и сопровождали нас до ближайшей больницы. Через пару недель приступ повторился, и тогда месье Жиони уже звонил в скорую. Приехали очень быстро, буквально в течение пяти минут. Правда, вместо врачей к пациенту приехали спасатели. По форме я понял, что это пожарные. Спросил, почему их направили сюда. Они объяснили, что поскольку у пожарных не так много работы, они обучены оказывать первую помощь и доставляют людей в пункты скорой. Куда направить спасателя и куда врачей, решают операторы колл-центра службы 112. Все зависит от состояния пациента. Кареты скорой приезжают обычно на аварии или если существует угроза жизни человека. В остальных случаях пациенты приезжают сами и регистрируются. Здесь можно увидеть, кто каким пациентом занимается, где они находятся. Есть цветовое распределение. Зеленые – это те, кто могут подождать час-два. Желтый цвет означает, что врач должен подойти в течение часа. Есть также оранжевый – это 5-15 минут. И красный – когда нужна неотложная помощь. Мониторы по всей больнице, чтобы врачи понимали, куда бежать. В особо загруженные дни персонал использует цветные жилеты. Например, есть лидер команды, и он действительно берет и надевает жилет. Палаты тоже разделены на секторы для детей с игрушками и телевизорами. Отдельно зона для пациентов с незначительными травмами. И врачи не отвлекаются, и люди подальше от суматохи. Как, например, этот мальчик с растяжением ноги. Левую стопу. Играл в футбол? Нет, просто прыгнул неудачно. Палаты оборудованы по последнему слову техники для осмотра врачами разных специальностей – травматологами, гинекологами, психиатрами. Здесь сидит пациент, проход закрывается, чтобы защититься в случае агрессии, а тут находится психиатр. Хватает и расходных материалов. А такой знакомой для украинцев проблеме нехватки бинтов или перчаток здесь даже не слышали. Антисептик возле каждой двери и перчатки всех размеров. С, М, Л, Икс, Эль. Все, что подороже, под замком. Нужно сделать отпечаток пальца, ввести имя пациента, выбрать название препарата, и тогда дверцы разблокируются. Лекарство автоматически записывается, на счет пациента. И стоит все это недорого для пациентов. Около 70% медрасходов покрывает обязательное страхование. Бельгийцы платят соцвзносы. Около 10% от доходов. И еще 25% работодатель. Наличными в отделении скорой никто не расплачивается. Аптек, чтобы сбегать и купить необходимые препараты, здесь нет. А окончательный счет за услуги приходит пациенту на почту через несколько недель. Чем больше пациентов, тем богаче больница. Вот так выглядит реанимация. Оборудование тут постоянно обновляется. Есть даже специальный департамент, который следит за новинками на рынке. Самой старой технике тут всего 6 лет. Частично медучреждения финансируются государством. Но эта сумма фиксирована. И по сравнению с доходом от пациентов незначительная. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности недели. Европейское бюро телеканала Интер. Сегодня в украинском Минздраве буквально дошло до драки. Напомню, ведомство Ульяны Супрун пикетируют родственники онкобольных, которые нуждаются в лечении за границей, но не могут получить от государства положенную помощь. Да, впрочем, не только помощь. Даже ответы на элементарные вопросы. Люди живут в палатках под министерством уже 42 дня. И на этой неделе случилась трагедия. Так и не дождавшись помощи, умер Владимир Скрипов. И вот сегодня родственники больных зашли в здание Минздрава, пытаясь встретиться с кем-то из руководства. Но вместо чиновников появились полицейские. Людей снова оттеснили на улицу. Парковочная сотня готовится к работе в Киеве. Городской совет разрешил 196 сотрудникам транспортного департамента выписывать штрафы и эвакуировать с улиц неправильно припаркованные машины. Подобные решения принимают и в других городах. Например, в Харькове будут работать 50 инспекторов. Все эти люди должны обеспечить выполнение нового закона, который, ну, по идее, его авторов наконец-то наведет в стране порядок с парковкой. Штрафы установили драконовские, эвакуацию обещают немедленную. Коммунальщики даже отчитались, что за первый день действия нового закона уже эвакуировали 23 автомобиля в столице. Впрочем, сработают ли все эти меры и почему этот парковочный закон может обернуться многочисленными судебными тяжбами? Смотрите далее. Настоять на полторы тысячи. С этой недели в Украине изменились правила стоянки автомобилей. Теперь за героями парковки будут охотиться специальные инспекторы. Но кроме них, выписать нарушителю письма счастья смогут и полицейские, и сами парковщики. Отдавать штраф будут или водителю в руки, или оставят под дворником. Оплатить их в течение 10 дней скидка 50%. 10 минут парковки бесплатная. Дальше все по прайсу. К примеру, в Киеве сутки стоянки честному водителю обойдутся гривен в 200. Нечестному в виде штрафа в несколько раз дороже. Город поделят на три зоны. Самая дорогая стоянка в Киеве будет в центре. 10 гривен в час. Но чем ближе к окраине, тем дешевле. 7 гривен и 5 гривен в час. Похожие правила введут и в других городах. Оплачивать стоянку можно будет через паркомат. Если его нет, через мобильное приложение или СМС. Наличку обещают отменить во избежание коррупции. Кроме того, водителям предложат и абонементные талоны. К примеру, стоимость месячной карты на парковку в центре Киева будет стоить 630 гривен. А вот стоимость штрафа выглядит еще внушительнее. От 250 гривен до 2000. Постояли 10 минут и не заплатили. Наказание 200 гривен. Час парковки на местах для инвалидов 300. На дороге вернут эвакуаторы. Автомобиль могут забрать на штрафплощадку, если он стоит во втором ряду, на трамвайных или железнодорожных рельсах, на мосту, пешеходном переходе, на полосе общественного транспорта или на выезде. И тогда освобождение своей машины обойдется владельцу тысячи в три. Освободят ли эти новшества городские дороги от припаркованных машин? Сомнительно. Ведь хотя внешние проявления инициативы, зонирование городов или штрафы под дворниками выглядят весьма по-европейски, все остальное очень по-нашему. Новые поборы уже вводят, а вот новые парковочные площадки, которых катастрофически не хватает, пока только обещают. Да и как заработают новые правила, пока вопрос. Ведь в Украине до сих пор нет технических регламентов фото- и видеофиксации. А значит, штраф за парковку можно будет легко оспорить в суде. Будут проблемы и с эвакуацией машин. Формально это ведь не наказание за нарушение освобождения дороги или тротуара, поэтому и выкуп за эвакуированную машину могут признать незаконным. Но главный вопрос, евробляхи платить штрафы за нарушение на таких машинах должен будет тот человек, который официально ввез машину в страну. Даже если и не он нарушитель. А это значит, что сотни тысяч реальных нарушителей смогут уйти от ответственности. Кстати, с сегодняшнего дня полиция начнет получать лазерные измерители скорости на дорогах. Представители МВД говорят, все сертификаты получены, и оспаривать в суде фиксацию скорости этими устройствами уже не выйдет. До сих пор на украинских дорогах скоростной режим полицейские почти не контролируют. Еще одно бюро и еще одна порция проблем. Запуск Госбюро расследований возможен уже в этом году. Но начать работать полноценно, то есть дойти до реальных приговоров по делам, сможет оно только в следующем году. Да и то это оптимистичный прогноз. Напомню, именно этот новый правоохранительный орган должен забрать следственный аппарат у прокуратуры, сделав следствие по-настоящему независимым. И вроде бы все уже почти готово. И финансирование есть, и тендеры объявляют, и специалистов ищут. А депутаты и тут умудрились, так сказать, подлянку оставить. Оперативная работа для Госбюро по-прежнему заблокирована из-за несоответствий законодательства. Как долго тянут депутаты с исправлением ошибок? И что об этом думают в самом бюро? Мы попросили прокомментировать эту тему Романа Трубу, директора ведомства. Мы не начнем работу с оперативными подразделами. Это вопрос зависело в полном порядке от депутатов Верховной Рады. З березня месяца в сессийной зале находится законопроект, который решает это вопрос. Необходимо было внести изменения и предпочитать посаду оперативного работника. Это дало бы возможность огласить конкурс и начать работу оперативным подразделом. Однако я четко утверждаю, что станом на листопад мы не сможем обрати оперативных работников. Это не заводит запуску работы Госбюро расследований. Это влияет на эффективность этой работы. Но я буду продолжать общаться с депутатскими фракциями, с депутатами и переконывать их в необходимости принятия законопроекта в другом читании. Британские исследователи вышли на еще одного подозреваемого в деле о покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Оказывается, еще и третий российский разведчик приезжал посмотреть на, так сказать, Солсберийский собор. Спецслужбы считают, что этот человек изучал местность и планировал покушение. А уже потом двое его коллег привезли в Британию отравляющее вещество. По данным журналистов, имя третьего участника тоже известно следствию. Жуткая история на оккупированной территории Донбасса. Массовое отравление водой в Макеевке. Госпитализировано уже более ста человек. В их числе не меньше десяти детей. Оккупационная администрация пытается ограничить распространение информационной происшествии. Причина – взбой системы дезинфекции воды. Якобы просто закончился хлор, и вместо него использовали марганец. Жители Макеевки до сих пор жалуются, что воду из-под крана употреблять невозможно. На Донбассе не прекращаются обстрелы. Только за минувшие сутки боевики больше 20 раз открывали огонь по украинским позициям. Наш военкор Игорь Левенок побывал на одном из самых горячих направлений. Луганская область – Крымская. Давайте посмотрим его репортаж с передовой. Луганская область – северное направление операций объединенных сил. Передовые позиции в районе Крымского. Каждый день этот поселок появляется во фронтовых сводках. Обстрелы, бои и даже попытки штурма украинских позиций. Что происходит на этом участке фронта? Почему враг так отчаянно пытается выбить отсюда наших солдат? У нас самое дольшее примере здесь было, когда они объявили, это сколько-то, 4 дня, и то они его нарушили. Обстреляли с сильной позиции у нас. Население Крымского – около 700 человек. Поселок расположен в Низине, там относительно спокойно. Линия фронта в этом районе пересекает реку Северский Донец. В нескольких километрах восточнее Крымского господствующие высоты заняли украинские войска. Образовался выступ по военной терминологии – плацдарм, который угрожает окружением, временно оккупированному Славяно-Сербску. Центр противостояния находится здесь. Мы здесь стоим, получается, как в амбидиците, чтобы понимали. Тут у нас, грубо говоря, идет районное окружение. Они щупают, у нас здесь слабые места, но у них не получится тут нащупать, потому что у нас тут пацаны все стоят, уже знают, что делать. Огонь из минометов и бронетехники, вылазки пехоты и удары артиллерии – это то, чем враг щупает слабые места в обороне украинцев. Деревья вокруг иссечены пулями, везде свежие воронки. Это был приход БМП-1 со стороны противника. Так каждый день, как темнеть начинается. Надо же ей давать ответ, надо же так-то, чтобы не пролезли сюда через поле. Дистанция вообще. Считаю, что они вот рядом, возле тебя. Ну, тут и позиции себе больше делают. Подрывают, что-то, подкапываются. Боевые действия на этом направлении не утихают. Наемники пытаются выровнять линию фронта, но безуспешно. Настоящая война здесь начинается ночью. Днем есть время познакомиться с бойцами. Хочу быть на передовой, делать что-то такое полезное. Только здесь все. Штабу мне это не надо. Это Денис. Ему 24. Он командир. И слова Дениса вовсе не кураж и не мальчишевский задор. Он киборг. На войне с первых дней. За плечами 4 года ожесточенных боев. Оборона Донецкого аэропорта. 19 человек из группы осталось трое живых. Твои, да? Да. Сейчас армия для Дениса – все. Это и дом, и работа. Работа опасная, но парень шутит. Он хорошо стреляет. Да и армия уже не та. Говорит, голыми руками их не возьмешь. Даже сказал бы 300% изменения. Во-первых, что подготовка у людей более-менее есть. Обеспечение много есть. Техника побольше. Ну и по поводу материального все это. Ну так, много лучше, чем было раньше. Командир уверяет, все бойцы мотивированные. Живут как большая армейская семья. Здесь по-другому нельзя. Уважение, наверное. Самое главное, что уважение. Допустим, я уважаю этого человека. Потому что я уверен за этого человека. Потому что он рядом. Он всегда окажется рядом. А допустим, я сейчас приду на гражданку. Я просто потеряюсь. Бойцы заряжают оружие. На позицию опускаются сумерки. Словно по расписанию враг начинает стрелять. Сначала по соседней позиции. Несколько минут и пули свистят уже над нашей позицией. Особенность этих позиций заключается в том, что наши военные здесь находятся в полукольце. Им приходится держать почти круговую оборону. И вот такое здесь происходит каждый день. Командование дает разрешение на ответный огонь. Противник немного успокаивается. Ребята только к полуночи идут по очереди в блиндаж отдыхать. По кругу полчаса не жуя. Целую ночь не сходя от пулеметов. Несколько часов на сон и снова к оружию. Такая работа. Всех желающих на гражданке бойцы приглашают присоединиться. Есть места в Луганске? Да, я думаю, есть. Найдем. Всех желающих найдется место. В Луганской области Игорь Левенок, Дмитрий Раскольников. Игорь Щепет. Подробности недели. Телеканал Интер. Германия переживает масштабный скандал. Дело о педофилах. Жертвы, тысячи детей и подростков. Преступники, служители католической церкви. Кардиналы публично просят прощения. Но виновных только обещают наказать. Почему затягивается возмездие, разбиралась Татьяна Лугунова. Немец Норберт Денеф – один из немногих, кто не боится и не стесняется рассказывать свою историю. Он без колебаний соглашается на интервью и приходит в эфиры многочисленных ток-шоу. Мне было 10 лет, я стал церковным прислужником и очень радовался этому событию. А потом все началось. Я не понимал, что происходит, но чувствовал, что все это неправильно, плохо. 6 лет это делал священник, потом 2 года – органист. Первыми его историю услышали не журналисты, а родные, когда мужчине было уже 40, и он понял, что не может больше в одиночку бороться с призраками прошлого. Знаете, когда я решился рассказать об этом, я год стоял перед зеркалами, как актер. Пытался произнести фразу «Я стал жертвой сексуального насилия, я просто не мог ее выговорить». Потом Норберт Денеф основал организацию, которая помогает жертвам сексуального насилия со стороны католических клериков. 3677 детей и подростков стали жертвами сексуальных надругательств со стороны представителей католической церкви в Германии. Такую цифру назвал на этой неделе архиепископ Мюнхена кардинал Райнхард Маркс. Он озвучил выводы комиссии, которая изучила церковные акты за последние 70 лет. Ее доклад шокирует. В сексуальных домогательствах обвиняются полторы тысячи клериков. Акты насилия совершались в квартирах, приютах, интернатах и церковных помещениях. В половине случаев жертвы были младше 14 лет. Церковь просит прощения и обещает наказать виновных. Сексуальное насилие – это преступление. Все, кто виновен, должны быть наказаны. Очень долго мы в церкви отводили глаза, скрывали, отрицали. Не хотели, чтобы это было правдой. Как представитель конференции немецких епископов, я хочу попросить прощения за все ошибки. За причиненную боль мне стыдно. Открыть церковные акты и провести независимое расследование требуют представители жертв. Они подозревают, пострадавших может быть значительно больше. Это допускают и авторы исследования. Мы говорим о минимальных цифрах, о нижнем пороге. Есть случаи, которые мы не можем доказать. Это так называемые черные цифры. Подобные скандалы сотрясают римно-католическую церковь не в первый раз. Аргентина, Австралия, Бельгия, Нидерланды, Чили, совсем недавно США и вот Германия. Все исправить и вернуть доверие верующих обещает лично Папа Римский. До тех пор, пока есть хотя бы один священнослужитель, который совершает акт насилия по отношению к мальчику или девочке, ситуация чудовищная. Когда это происходит в церкви, это еще ужаснее. Потому что клирики должны приводить детей к Богу, а не разрушать их. Самого понтифика, кстати, тоже недавно обвинили в сокрытии аморального поведения своих подопечных. Влиятельный ватиканский дипломат Карло Мария Вегано утверждает, Франциск знал, что американского кардинала Теодора Маккеррика, который недавно ушел в отставку, подозревают в сексуальных домогательствах к подросткам. Но тем не менее сделал его своим доверенным лицом и снял с Маккеррика персональные санкции, наложенные предыдущим папой Бенедиктом XVI. На все эти обвинения главарь ремокатолической церкви ответил в лучших ее традициях молчанием. Затем Лугунова, Павел Лысенко. Подробности недели. Немецкое. Бюро телеканала Интер. Один из самых одиозных антимайдановцев, Игнат Крамской, многие наверняка запомнили его кличку Топас, может выйти на свободу. Об этом говорят его адвокаты. Причина закон Савченко. Его нормы еще могут работать для тех, кто попал под арест или был осужден, пока закон не отменили. Всего за решеткой Крамской провел около четырех лет. Почти четверть миллиона человек. Именно столько иностранцев за год приехали жить и работать в Украину. В последнее время много говорят об оттоке людей из Украины. А вот о мигрантах, которые приезжают к нам, говорят гораздо реже. Вот кто эти люди и что ищут в нашей стране? Из каких стран едут больше всего? Третий материал нашего сериала о мигрантах от Елены Зориной, выбравшие Украину. Ради больших денег или за бескорыстным вдохновением? Украинцы читают больше, более поэтичные. Я нахожу это очень привлекательным. На заработки, как наши в ту же Польшу? Очень много будильников. А то и вовсе ради любви. Я очень сильно люблю Украину. Из Турции или Швейцарии, России или далекой Америки для работы в правительстве, на госпредприятиях, в общепите или на стройке? Почему иностранцы едут жить и работать в Украину, а некоторые остаются здесь навсегда? Кількость иммигрантов, которые пребывают на облику, на середину этого года перевищивала 270 тысяч людей. Найбільше это Российская Федерация, Туреччина, Китай, Индия. Это моя жена. Она сестра, дочка. Она сестра. Это мама. Это мой сын. Эмир Мулла Галиль Четин. А сейчас еще мы говорим маркиян. Саважа из турецкого Кемера в Украину позвали дела сердечные. Теперь по выходным он в Житомире, где живут жена Оксана и 9-летний сын. А по будням в Киеве пытается наладить небольшой бизнес. Шаурма, каурма, турецкие котлеты, бургер. В Украине, говорит, нравится почти все. Люди очень горячие. Погода, лес очень много. Я люблю холод. Да и с языком проблем не было. Моя жена меня учила, у него мама учила. Украинский буду учить уже. Говорят, это будь ласка. Хогай тебе, я вот это люблю. Да, я продал свою квартиру в Берлине. Ваш пентхаус. Да, я продал мой пентхаус в Берлине, чтобы получить свободу и создавать новые прекрасные проекты здесь, в Киеве. Он жил в Берлине и Нью-Йорке, а два года назад решился на переезд в неизведанную Украину. Я увидел старое здание с башней в стиле Гарри Поттера. И там висел плакат с красной надписью. Пластик сайн, продаж. Здесь можно увидеть рейтерскую, стрелецкую, Ярослава Вал. И вот эту леди. Я до сих пор не уверен, это... Это известный кинорежиссер, победитель Каннского фестиваля и номинант на Оскар Марк Уилкинс. Бонвояж, самый успешный мой фильм и наиболее важный для меня. Теперь он снимает кино и пишет сценарии в Украине. Я сусид, який завжди стукает по батареям. Я единственный сын. Когда началась аннексия Крыма, я разозлился. Как это посмели подло отобрать часть страны? Потом война. И тогда впервые в жизни я захотел стать солдатом, чтобы защищать страну. Я подумал, что я смогу сделать? Я же режиссер. Мы создали этот ролик вместе с друзьями. Это не реклама, это как заявление о необходимости защищать Украину. Я даже потратил на него свои деньги. В Украине Марк больше всего ценит историю, поэтому в своем киевском жилище почти все сохранил аутентичным. Вот эти старые батареи. Мы их сняли, помыли, покрасили. Та же история была с окнами. Это же касается пола. Паркет, наверное, был положен здесь в 60-х. А что насчет вашей библиотеки? Библиотека – это моя жизнь в книгах. Детские книги, школьные книги. Вы знаете Персиваля и Фауста Гёте. Также мои киноучителя. Биографии моих любимых режиссеров. Стэнли Кубрика, Хичкока, Полански. И современные, украинские. Например, Ворошиловград, Жадана. А здесь в ванной у меня есть модель моей яхты, которая осталась в Нью-Йорке. Она называется «Поиск». Что вы пытаетесь найти здесь, в Украине? Я хочу быть полезным в вашей стране. В Киеве Марк с друзьями открыл арт-галерею, продвигая молодые таланты. Мне нравится, что в Украине есть пространство для создания новых вещей. Украинский пока не выучил лишь пару слов. И вот почему я еще не учу ваш язык. Украинцы с удовольствием практикуют со мной свой английский. Да и нашу национальную кухню пока не прочувствовал. Какое ваше любимое блюдо здесь? Это же грузинское блюдо, не украинское. Буду честным с вами, я люблю сырники на завтрак, с вкусным джемом, осенью люблю борщ. Но я чувствую, что украинская кухня до сих пор не проснулась после зимней спячки. Но возвращаться в Европу или Америку пока не собирается полон вдохновения и идей. Сейчас я занят подготовкой моего первого художественного фильма. Это телеверсия романа «Святой невозможных причин», написанная голландским писателем. Нью-Йоркская история, но главная женская роль у украинки Кристины. И в то же время я пишу сценарий к своему следующему фильму. Рабочее название «Электрическая девушка». Это уже полностью украинская история. Привет! Как дела? Настя, Митя. Хорошо. Он работал в Бейонсе и снимал клипы для Робби Уильямса и Пинк. Оператор-постановщик Дэрик Тан оставил квартиру в центре Лондона и переехал на Киевский подол. Всё ради проекта всей его жизни. Я работаю над мультсериалом по детской книге, которую сам написал. Это проект для детей 3-5 лет. Производство здесь гораздо дешевле, чем в других странах. Он много путешествовал и жил в разных странах. Сначала мои друзья сказали, что я сошёл с ума, когда решил приехать сюда. В смысле, ты решил жить в Украине? Ты ненормальный? Почему Украина? Украину, говорит Дэрик, искренне полюбил. Во-первых, люди. Они не похожи на англичан и европейцев. Они скромнее. Очень любознательные и милые. Я люблю ваш климат. Мне очень нравится подол, потому что он напоминает мне Лондон и Ньютаун в Сиднее и Гамбург. Тут есть особая энергетика, которая напоминает мне родной дом. Хотя некоторые вещи вызывают постоянную злость. Например, коррупция – очевидная разница между богатыми и бедными. Водители на крутых машинах с затемнёнными окнами. Они едут, не уважая других людей. Им всё равно, если их остановят за нарушение, заплатят взятку и всё решено. В моей стране за такую езду лишают водительских прав. Ваши дороги ужасны. Деньги тратятся совсем не на то, что на самом деле нужно. А вот прогулки пешком и общественный транспорт Дэрик полюбил. Говорит, он комфортный и дешёвый. И кухню тоже. Я как типичный иностранный турист. Люблю... Еще Дэрик с удовольствием ходит на базар. Можно, пожалуйста, 200 грамм финики сегодня, пожалуйста. Вы знаете, что это? Тыква. На украинском. Я не знаю. Гарбуз. Я знаю, вот это жёлтое. Ваши овощи имеют другой вкус. Они очень вкусные. У нас в Англии они не такие. В них много химии и пестицидов. Уезжать Дэрик пока не собирается. Мечтает изменить отношение детей к будущему. И именно здесь закончить свой проект. На улице 2-я. Два гостей, ребята. Сядь, брускет. Одна раза. Есть? Да. Хорошо. Он открыл кусочек Италии в Одессе. Всё продукт сейчас есть. Рецепт в его ресторане как дома. Это либо бабула, либо мама. Ресторатор в третьем поколении Роберто Амароли уже почти щирый украинец. И язык выучил и традиции. Итальянец переехал в Украину 9 лет назад. Влюбился. Моя женщина и дизайнер ресторанта. Сначала Крым, потом Киев. И вот Одесса. Привыкнуть, говорит, было сложно. Но теперь оценил в низкие по сравнению с Европой налоги и благодарных клиентов. Большие возможности по бизнесу. И как шеф-повар, и как бизнес сам. Я планирую через не знаю сколько времени открывать школу кулинарную. Уезжать Роберто точно не собирается. Но грустит, что украинцы из-за безвизы кинулись покорять Европу. Миграция официанта, поваров, много, много веков. Я рада за ним. Просто мы оставим в проблемах. Елена Зурина, Андрей Анастасов, Марьяна Бурякова, Василий Миновщиков и Алексей Шматов. Подробности недели телеканал Интер. Министр социальной политики Андрей Рева прокомментировал сегодня тему украинских зарубичан в Европе. Он уверен, что за несколько лет правительству удастся хотя бы уменьшить такую вот миграцию украинцев ЕС. Метод увеличения зарплат. Мол, уже в этом декабре средняя зарплата вырастет до 10 тысяч гривен. А если достигнуть показателя в 15 тысяч, то работа в Польше или Чехии для украинцев перестанет быть такой уж привлекательной. Появился еще один участник конфликта между Венгрией и Украиной. Служба безопасности Украины. Спецслужба будет расследовать выдачу венгерских паспортов в Закарпатской области. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. Объяснение простое. Если есть доказательства по второму гражданству, то это должно наказываться. И это точно новый этап в конфликтной ситуации. Ведь раньше силовиков не привлекали к проблеме и пытались решить только ее дипломаты. Все изменилось после публикации видео, которое зафиксировало, что венгерские дипломаты не только выдают свои паспорта украинским гражданам, но еще и инструктируют, как скрывать эти факты от украинского государства. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин даже пригрозил выслать венгерского консула за такую практику. Венгры, в свою очередь, пообещали выслать в ответ украинского консула и отказались признать какие-либо нарушения. Но и это еще не все. Украинских граждан, получивших венгерские паспорта, начали вносить в базу сайта Миротворец. Данные первых пяти человек уже в интернете. Это депутаты местных советов Закарпатья и заместитель мэра Чопа. Кстати, МИД Венгрии уже пообещал защитить этих людей и других владельцев венгерских паспортов в Украине. Кстати, еще одной горячей паспортной точкой для Украины может стать и Чехия. По крайней мере, глава Закарпатской областной администрации Геннадий Маскаль уверен в этом. Сами чехи, конечно же, все опровергают. Якобы даже формально наладить выдачу паспортов не могут. Но, наверное, это тот случай, когда правду мы узнаем только со временем. А вот что правда в конфликте с Венгрией, можно узнать уже сегодня. Эту тему мы попросили прокомментировать Министерство иностранных дел Украины. Каких шагов ждать дальше от наших дипломатов? И чем все это грозит обычным людям, пусть даже и с двумя паспортами? Вот что нам ответили в МИДе. Мы остаемся прихильниками диалога. И нещодавно наш министр встречался с угорским коллегой, доводил нашу позицию, пропонировал варианты решения. На жаль, пока мы не видим конструктивного подхода угорского и угорского боку, и будем действовать соответственно к действующим принципам международного права. То есть консул, который порушил законодательство Украины, должен покинуть территорию Украины. Відповедные действия с угорского боку, с угорского боку, целиком имоверные, но это их право. И мы должны в данном случае захистить территорию Украины от посяганий иноземной державы, втручатись в внутренние дела. Для обычных, граждан Украины, обычное, это не несет ни одной из загрозы, поскольку действующее законодательство не предпочитает прямой санкции за порушение режима единого гражданства. Мова идет о том, что если добровольно граждан не было другого гражданства, то это может быть основой для избавления гражданства. В данном случае, я думаю, до практического застояния именно этой статьи не дойдет. Но, например, граждане, которые занимают государственные посадки, которые пребывают на военнослужбе, которые пребывают в специальных органах, они должны решить задуматься, поскольку это прямым порушением закону про государственную службу. И, соответствующим образом, может их торгнуться, включая избавление рабочего места. А вот как на все это выяснение межгосударственных отношений реагируют сами украинцы и венгры, живущие по обе стороны госграницы? И что собираются делать со своим вторым паспортом, если силовики уже заговорили, что это может быть поводом для расследования? По самым скромным оценкам, число украинских граждан, которые уже успели получить документы от венгерского государства, превышает 100 тысяч. Наша Елена Зорина уже готовит материал об этой проблеме. Для следующих подробностей недели не пропустите. Ну, а сегодня я уже рассказал все, что запланировал. Спасибо вам за то, что смотрели. И до встречи в следующую пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok